Первые лучики солнца осветили эти разноцветные города. Через пару часов начнется невыносимая жара, а до нее надо много успеть. И в этой будничной суете главное не сбить корову, гуляющую прямо по проезжей части. И не потерять бдительность. Ведь эти хулиганы уже давно высматривают жертву для своих наглых проделок. Потому что это Индия. Индия. Одна из колыбелей человеческих цивилизаций. Страна, где божественное великолепие, роскошные дворцы, дорогие ткани и самоцветы соседствуют с глубокой нищетой. Где развитие высоких технологий и научных открытий ничуть не мешает ручному труду и кустарным ремеслам. Почти все люди в Индии глубоко религиозны. 80% населения исповедует индуизм. Это веры в мифы и легенды и поклонение богам, которых несколько тысяч. И это образ жизни, где особое место занимает почитание священных животных. Первым, кого можно встретить, выйдя на улицу, это корова. Этим животным здесь повсеместно оказывается величайшее уважение. Им разрешается свободно бродить даже по самым занятым улицам больших городов. Во многих местах в Индии перед завтраком считается благоприятным дать что-нибудь поесть корове. Она может зайти в любой храм, и никому из молящихся не придет в голову ее выгнать, потому что это воспринимается как хороший знак. Ритуальный статус коровы подчеркивается строгим запретом на употребление говядины. Немногие из индусов, исключая наиболее низкие касты, согласятся питаться мясом. Если человек убил корову, в своей деревне он станет изгоем. Священники не будут отправлять службу в его доме, цирюльники не будут его брить. Согласно легенде, праматерь всех коров Сурабхи или коровожеланий появилась на заре мироздания. Она принадлежала мудрецу Васишбе и была у него украдена. Похититель, бывший когда-то могущественным владыкой небосвода, был низвергнут на землю и обречен из Бога стать человеком. Корова олицетворяет изобилие, чистоту, святость и рассматривается как благостное животное. Так же, как и мать земля, корова является символом принципа бескорыстного жертвования. Она дает молоко и другие молочные продукты, которые служат одним из элементов вегетарианского питания. Пешеходы и автомобилисты уступают этим священным животным дорогу без лишних слов. И если, не дай Бог, наехать на корову, можно попасть на серьезный штраф или даже на пожизненное заключение. Однажды на одной из оживленных дорог почти на сутки образовалась пробка, потому что одному такому священному животному вздумалось прилечь прямо посередине улицы. А когда же некий иностранец, управляя автомобилем, сбил корову, его адвокатам чудом удалось доказать судье, что в аварии виноват владелец коровы. Он создал такие невыносимые условия жизни своей рогатой, что ей ничего не оставалось, кроме как покончить с собой. А автомобиль иностранца явился лишь инструментом для сведения счетов с жизнью. Чтобы не попадать в подобные истории, лучше не трогать этих животных, дорогих сердцу каждого индуса. Зато быков используют как рабочую силу. Они надежные и верные помощники человека. На них пашут, на них ездят и перевозят тяжести тоже на них. За исключением тех, которые посвящены богу Шиве. Все боги в индуизме имеют ездовых животных ваханы, которые также почитаются индусами. Шива передвигается на священном белом быке Нанди, что означает «дающая радость». Он символизирует управляемое мужество и преданность. Также он символ истинной и чистой дхармы, закона, который приносит порядок обществу и вселенной. Нанди стоит на четырех ногах. Строгость, чистота тела и ума, сострадание, исследование истине. Изображения или статуи быков также обычно встречаются у шиваитских храмов. И люди верят, что если на ухо священному быку нашептать свое желание, то он обязательно передаст его Шиве. Особым вниманием и уважением у индийцев пользуются слоны. Согласно индуистским традициям, любой человек, причинивший слону зло, навлекает на себя проклятие. Ведь земля держится на четырех слонах. Также это животное является героем многих индуистских и буддийских притч и легенд. А одним из самых почитаемых и распространенных божеств в индуизме является слоноголовый бог Ганеш. Он приносит богатство и процветание, помогает в бизнесе и устраняет препятствия. Ганеш – сын бога Шивы и его жены Парвати. И никто не может однозначно ответить на вопрос, почему у него голова слона. В Индии существует много легенд. По одной из них Ганеш был очень капризным ребенком. Однажды своим плачем он долго не пускал Шиву в покое жены. Отец разозлился не на шутку и в порыве гнева снес сыну голову. Чтобы успокоить Парвати, Шиве пришлось оживить Ганеша, взяв голову у слона, проходившего мимо. Во времена Махараджи слон был символом власти и величия и играл решающую роль в военных сражениях. Когда Александр Македонский решил пойти в поход на Индию, его поджидало сильное слоновое войско пенджабского царя Пора. Увидев этих гигантов, лошади отчаянно заметались по полю. Слоны же стали выхватывать всадников противника из седел и разбивать их по землю. Только благодаря военной хитрости Македонского грекам удалось одолеть слоновое войско. Личный слон царя Пора спас хозяину жизнь, хоботом вытащив стрелы из его груди. Пору пришлось подарить Александру своего верного друга. Слон очень тосковал по-прежнему хозяину. Император узнал, что слону нравились богатые и красивые одеяния. И велел изготовить для своего нового фаворита Аякса шикарную попону с золотыми нитями, а бивни украсить золотыми кольцами. Счастливый Аякс потом преданно служил Александру. Сегодня слон – это незаменимый трудолюбивый помощник для крестьян. С недавнего времени в Индии стали проводить регулярные переписи этих великанов. В паспорте слона указывается пол, возраст и особые приметы. Возможно, в паспорта будут вклеиваться и фотографии, которые, видимо, придется периодически менять, потому что слон живет до ста лет, а значит, с годами изменяется и его внешность. Наряду с паспортом предполагается ввести для слонов и трудовые книжки, где будут фиксироваться все их деяния на поприще служения людям, вноситься объявленные благодарности или взыскания. Ну и, конечно же, слоны – неотъемлемая часть туристического бизнеса в Индии. Для перевозки людей используются именно слонихи, потому что слоны считаются более нервными и эмоциональными. Например, чтобы попасть в форт Амбер в штате Раджастан, из поездки на слонах индийцы сделали целый аттракцион. Слоны очень красиво разукрашены. Сверху на их спинах установлены такие платформы, огражденные перильцами, куда может уместиться до четырех человек. И на слонах вы можете подняться в крепость и спуститься. Дорога довольно долгая и скрашивает путь музыка бродячих музыкантов, которые идут за слонами и играют на таком инструменте, как раванхатхи. Это разновидность флейты. Эти животные требуют постоянного ухода. Погонщикам приходится купать их в протекающей рядом реке раз в два дня. А раз в пять дней краску со слонов смывают камнем, похожим на пемзу. В среднем на то, чтобы искупать этого великана, уходит четыре или пять часов. Весной в Индии проводятся слоновые фестивали, когда нарядные гиганты гордо шествуют по улицам, участвуют в различных соревнованиях и даже танцуют. А осенью отмечается день рождения Ганеша. К статуям слоновоголового бога приносят фрукты, молоко, цветы и сладости. Любимый бог всех индусов имеет ездовое животное. Это крыса Мушика, которая также не обделена вниманием в этой стране. По легенде, когда Ганеша сражался с одним из демонов, и, в общем-то, конец этого демона был уже близок, тот попросил Ганешу переродить его в самое умное и самое проворное существо на свете. И тогда Ганеша превратил его в крысу, и вот с тех пор этот тандем неразлучен, и вместе они решают многие людские проблемы. Но крыс в Индии почитают не только благодаря Ганешу. В местечке Дешнок в Раджастане есть уникальный храм, созданный специально для этих животных. Он носит имя Карни Мата или Мать Карни, индуистской святой. Она жила в XIV-XVI веках и явила миру множество чудес. Она прожила 150 лет, по легенде, конечно же. Возможно, в это трудно поверить, но это не невозможно. То есть это в пределах человеческих возможностей находится. Также, по легенде, мать Карни Мата носила ее в своем чреве в течение 21 месяца. И как только она родилась, она тут же заговорила. И вообще она известна своими предсказаниями, своими чудесами, скажем, с растениями. Она могла воткнуть сухую палку в песок, и через какое-то время эта палка начинала цвести, плодоносить и так далее. Индийцы свято верят, что Карни Мата – живое воплощение богини Дурги. Ее миссия – это победа над преградами, болью и страданиями, защита, а также разрушение всего, что мешает развитию. Карни Мата была рождена в касте Чаран, это каста бардов, сказителей. И по легенде, опять-таки, однажды, когда она увидела, как один из жителей деревни, в которой она также проживала, мальчик, утонул в озере, она обратилась с просьбой к богу смерти Яме, к которому попадали души всех умерших, чтобы он воскресил его. Но бог Яма ответил ей, что душа мальчика уже переселилась в тело крысы, и он не может его вернуть в человеческом обличье. И тогда Карни Мата очень рассердилась на бога Яму и сказала, что с этого момента всех членов своей касты, их души на будущее, она забирает у бога Ямы, то есть они к нему не попадут никогда. Они будут сразу после своей смерти попадать в тела крыс, проживать вот эту крысиную жизнь и обратно перерождаться в людей, причем именно в членов этой касты. По словам местных жителей, крыс здесь больше 20 тысяч. Это самые счастливые в мире крысы. Люди не брезгуют ими, не кричат от ужаса при их приближении. Напротив, паломники со всей страны стекаются сюда, чтобы принести крысам дань – покормить, выразить свое почтение. Это единственный в мире уголок, где люди поклоняются крысам. Сами же грызуны ведут себя соответственно, снуют туда-сюда, не боясь людей, пришедших их навестить, и чувствуют себя в полнейшей безопасности. Греются на солнышке, забираются к посетителям на колени, а то и под одежду, едят сладости, фрукты и дружно клют молоко из одной тарелки. Храм был построен около 600 лет назад с таким расчетом, чтобы крысы себя там комфортно чувствовали. То есть в стенах проделано много проходов, норок, маленьких туннелей, для того, чтобы они могли свободно передвигаться по храму. При том, что и полы, и стены в этом храме мраморные. То, что покажется удивительным иностранцам, индийцев совсем не смущает. Они с любовью и уважением относятся к этим животным, свято веря в то, что они принесут счастье. А если увидеть крысу-альбиноса, то счастье будет вдвойне. Надкусанная крысой конфета считается священным кушаньем просад. Их собирают и раздают членам рода. Ведь жители этого храма считают детьми богини-карнемата. Если нанесешь какой-то вред или убьешь крысу, ты обязан возместить храму ущерб в виде слитка золота размером с крысу, с настоящую крысу. Так что будьте осторожнее, гуляя по этому храму. Крысы, которым повезло обитать в этом раю, белая кость. Голубая кровь среди грызунов. Они меньше, темнее и пушистее простых крыс, живущих в канализациях. Эти зверьки живут в закрытом от внешнего мира пространстве, что исключает перенос заразы и болезней. И даже во время вспышки эпидемии чумы в Индии в 1995 году эти крысы не представляли угрозы для человека. Крысу действительно очень уважают в Индию. И, кстати, никогда ее не убивают, если находят в доме, где-то на кухне. Ее просто ловят такими безопасными крысоловками и выпускают на улицу, никогда не убивают. Ореолом святости в Индии окружены и обезьяны, которые живут в Индии повсеместно. Согласно легенде, королевством Хампи в штате Гоа когда-то правили обезьяны, два брата – Вали и Сугрива. Злой Вали изгнал брата. Тогда Сугрива со своими преданными соратниками примкнул к войску царя Рамы и с его помощью восстановился на троне. Друг Сугривы Хануман стал верным помощником Рамы. Именно он привязал к своему хвосту факел, чтобы осветить поле боя и помочь Раме победить злого демона. Сегодня бывшее королевство Хампи – это небольшое поселение. Но похоже, что хозяевами этой земли по-прежнему остаются обезьяны. Несмотря на свою святость, обезьяны зачастую вызывают раздражение у индийцев своей назойливостью, любопытством и вороватостью. И такие хулиганские проделки смешно уже не выглядят. Говорят, что к макакам со страхом относятся даже чиновники Министерства обороны, где они однажды побывали и учинили полный разгром в зале заседаний. Несколько лет назад недалеко от Джайпура появилась обезьяна, которая грабила дома предварительно, постучав в дверь. Она делала это как человек. Люди открывали дверь, обезьяна пулей врывалась в дом и выгнать ее оттуда не могли часами. Также совершенно без спроса в дома индийцев заползают змеи. Особенно часто это происходит во время сезона дождей, когда вода заливает их норы. Священной же в индуизме считается очковая кобра. На ней покоится в волнах мирового океана бог Вишну, покровитель добра и закона. Кобры обвивают и шею всесильного Шивы, охватывают своими кольцами его руки и голову. Под сенью раздутых капюшонов многоголовой кобры сидел Будда во время проповедей, обратив ее перед этим на путь добра силой своего учения. В некоторых провинциях Индии широко распространен культ кобры. Одна индийская женщина даже вышла за змею замуж. На протяжении нескольких лет женщина приносила к ее норе молоко, которое та принимала с благодарностью и никогда не делала даже попытки напасть. В то время очарованная коброй женщина серьезно болела, но у нее не было средств на оплату лечения. Новобрачная была полностью уверена, что именно ежедневное общение со змеей излечило ее недуг. После свадьбы новоиспеченная супруга переехала в хижину, построенную рядом со змеиной норой. Заклинатели змей – это особая каста в Индии. Их можно увидеть на всех ярмарках и базарных улицах, а также возле мест, посещаемых туристами. Они сидят на корточках перед своими круглыми корзинками, из которых торчат покачивающиеся кобры и играют на дудках. Иногда кобры начинают выползать из корзинок и совершать попытки к бегству, но их тут же ловят и возвращают обратно. Пользуются уважением в Индии не только живые святыни, но и весь животный мир. В основе трех индийских религий – индуизма, буддизма и джайнизма – лежит принцип Ахимса, то есть ненасилия. «Все живое на земле является одной семьей». Этот принцип проповедовали все святые и мудрецы Индии. Ахимса – это и не убийство, и позитивная любовь. Другими словами, это такое отношение к миру, которое необходимо для совершенствования души. Хотя в наши дни в Индии стало меньше вегетарианцев, чем было раньше, все же они составляют примерно 700 миллионов человек. Самыми верными приверженцами принципа Ахимсы остаются джайнисты. Они не только особо строгие вегетарианцы. Убийство любого живого существа для них просто невозможно. Джайнисты носят на лице повязку и едят только при свете, чтобы в пищу случайно не попали насекомые. Последователи джайнизма организуют в Индии больницы для животных. Среди них – больницы для птиц в Дели. Лечат здесь в первую очередь не домашних пернатых, а диких, городских или пролетных птиц, которые как-то пострадали в суматохе большого города. В день здесь бывает от 100 до 200 пациентов. Когда жара превышает 40 градусов, сюда попадают жертвы солнечного удара. Поступают также раненые, попавшие в вентилятор жилого дома или офиса. Осенью в больницу попадают главным образом перелетные птицы из Севера Азии – утки, журавли. В больнице несколько палат. По окончании курса лечения птиц выпускают на волю. Птицы-калеки остаются в больнице пожизненно. А многие бывшие пациенты просто не желают покидать столь гостеприимный приют. Вот так на протяжении многих веков в этой стране животный мир тесно соседствует с человеком. И в этом огромном многоликом общежитии случаются всякие и трагические, и курьезные ситуации. И то, что для индийца является каждодневным образом жизни, иностранцу покажется экзотикой. Не всегда понятной, но всегда интересной и загадочной. С развитием мировой цивилизации Индия сумела сохранить свою уникальность и многообразие культуры. С наступлением вечера спадает жара, и погонщик ведет своих живых святынь на ночлег. А лавочник уже успел разложить фигурки Ганеша и Ханумана. Ведь в разноцветных городах жизнь продолжается. И ночью. Редактор субтитров А.Семкин